Это просто нереальная стратегия. Буквально за пару дней увеличила депозит в 10 раз. То есть 100 долларов превратила в 1000. Смотрите, чтобы не быть голословной, обновлю вот страницу. Это история транзакций. И смотрим. Вот у меня было три пополнения. Первое вы видели в прошлом видео. Закинула 100, вывела 120. Дальше закинула 20 и 100 обратно, то есть чтобы было 120. То есть вот, выводы с фьючерсов выводила. Это все у меня было в видео в прошлом. И вот, то есть последний раз я закидывала вот эти вот 120 баксов. Теперь заходим, обновляем страницу. Оп, посмотрите, просто вот история сделок. Оп. Кучу, кучу, кучу просто сделок совершила. Это вам просто как доказательство. И сегодня я расскажу, по какой стратегии у меня получилось так разогнать депозит. Естественно, буду дальше ее тестировать, потому что все еще в очень сыром виде. Погнали. Всем привет, меня зовут Ксения. И перед началом данного видео буквально пару очень важных моментов. Смотрите, я овен по гороскопу, и у меня очень рискованный прям стиль торговли. Я не могу смотреть на минус, мне прям очень тяжело. Я вот предположила, что возможно как-то знак зодиака связан со стилем торговли. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у вас знак зодиака, и влияет ли это как-то на вашу торговлю. То есть какой у вас стиль. Консервативный, рискованный, спокойный, можете ли вы спокойно смотреть на минусы. Это очень важно. Было бы интересно подвести статистику и возможно вывести какую-то вот формулу, какому знаку зодиака, как нужно торговать. И второй момент. Напишите в комментах, как вы думаете, напишите в комментах, как вы думаете, сколько будет стоить биткоин в пятницу в 20.00, и тот человек, который окажется ближе всего, получит от меня 10 долларов. Но сразу предупреждаю, что измененные комментарии учитываться не будут. Так, а теперь суть. Очень важно. Я вам сначала покажу несколько своих сделок, которые я совершала по данной стратегии, а потом ее распишу. Но, естественно, принимается критика, принимаются какие-то идеи, потому что я ее только придумала, только до меня дошли какие-то вещи. Я еще не видела, чтобы трейдеры торговали каким-то подобным образом, да я, в принципе, практически никого не смотрю. Поэтому, если у вас есть идеи, предложения, пожелания, пишите, конечно же, в комментариях. Вообще, у меня реально очень много сделок было совершено. Все они с телефона, очень важный момент. Мне было мега удобно. И давайте посмотрим, что это были за сделки. А, вот записывать я не сразу начала. То есть, первые 100 баксов я набила так. Я только потом поняла, почему бы не снять сразу видео, как я ее тестирую. Так, вот здесь посмотрите. Я открыла монетку. Чуть позже в этом видео расскажу, по какому принципу выбирать монетку. Вы просто смотрите, просто кайфуйте. И вот, что мы видим. Что на недельном таймфрейме здесь зона сопротивления. Дальше я поменяла таймфреймы. Вот дневной. То есть, увидела, что за день вот такой блеочек был. Также вот на четырехчасовом таймфрейме здесь увидела такую ситуацию, что вот сильная зона сопротивления при восходящем движении. И, в принципе, вот эту зону сопротивления как раз на четвертом касании и пробила. То есть, мы вспоминаем, да, что у нас практически все уровни уверенно отрабатывают три касания. Четвертый уже реже. И вот как раз-таки тут на четвертом это пробитие и было. Посмотрела я вот на вот эту тень, на вот эту тень. Поняла, что если здесь цена доходила прям до самого нижнего минимума и сразу был вот такой импульс, то, скорее всего, здесь вот этот восходящий тренд как раз-таки сейчас находится в коррекции. Дальше. Просто открыла 25% сделочка. Все. На этом моменте просто ходила с телефончиком, смотрела, что там по прибыли и так далее. Вот, время 14.34. 15.20, то есть, прошло где-то 40 минут. И вот у меня эта сделочка. Я ее закрыла. С плюсом в 53 доллара. То есть, по факту на кошельке получилось 274 доллара. Вторую сделку забыла поставить на записи экран. Время 15.31, то есть, прошло 10 минут от прошлой сделки. 31 доллар плюсом, закрыла. На балансе уже 306. То есть, третья сделка. Увидела здесь коридорчик, вот поддержечка, вот сопротивление. На 15-минутном таймфрейме увидела, что сформировался вот такой вот паттерн как раз. И если посмотреть вот в прошлой ситуации, то примерно как раз было 30 минут восходящее движение и спускалась цена. 30 минут восходящее, спускалась. То есть, повторялся вот такой своеобразный цикл. И здесь у нас 30 минут восходящее движение. Вот коррекция. И все. И цена пошла спускаться. Тут уже решила немножко уменьшать процент. Если начинала с 25, тут уже открывала 10. И все, сделочка пошла. Все, так же ходила с телефоном, наблюдала. Обращайте внимание на время. Тоже прошло буквально меньше там 20 минут. Вот плюсом в 14 долларов получается закрылась. Следующую сделку не записала, как открывала. Уже включила экран, когда я ее уже открыла. То есть, я открылась на понижение. Блин, хочется вот так пролистать график, вам показать логику. Но я просто на следующий раз, когда буду записывать подобные видео, я буду как раз учитывать вот эту ситуацию, чтобы можно было вам все рассказать, показать. Выставила маленький тейк. Все, цена коснулась тейка. Вот этим импульсом. И мы поймали хоть маленький, но плюс. Дальше открыла следующую монетку и начала просто проводить анализ. Здесь был хорошенечко прям восходящий тренд. И увидела вот такую вот разворотную модель. Увидела, что цена сейчас, вероятнее всего, будет пробивать вот данную поддержку и шагать вниз. Естественно, открыла поэтому позицию на понижение. Все на те же самые 10%. Вот спустя какое-то время. Закрыла позицию с плюсом в 11 долларов. То есть на балансе уже было 350 долларов. Я надеюсь, что вы наблюдаете внимательно за временем. Далее. Следующая сделка была. Также смотрела дневной таймфрейм. Проматывала, смотрела, какие были максимумы ценовые. Вот, посмотрите, какой очень сильный такой восходящий тренд. Вот это 15-минутные свечи. И я увидела здесь вот то, что цена сейчас пойдет на коррекцию. То есть вот-вот, вот эти все свечи, вот эти тени, они как раз-таки говорят о том, что у цены нет сил шагать дальше вверх. Цена хочет немножечко спуститься. Медведям нужно прям здесь задавить этих быков. Соответственно, открыла сделочку. Посмотрела, где там уровни, не уровни. Выставила тейк. Но напоминаю, что я ходила с телефоном, постоянно в него смотрела. Потому что я не выставляла стопы, и мне нельзя было упустить что-то. Но так как я хожу постоянно с телефоном, для меня это не составляет абсолютно никакого прям труда. И итог по этой сделочке был плюс 21 доллар. Дальше все то же самое. Смотрю дневной таймфрейм. Понимаю, что цена уже достигла ценового максимума. И что и сейчас мы будем ловить импульс вниз, то есть коррекцию хорошую. Вот судя по вот этим вот теням, можно представить, насколько буквально за несколько часов цена шагает. Естественно, открыла сделочку. Естественно, на понижение. Вот в принципе видно, как снижается, как такой импульс. Выставила тейк. Но я редко жду до тейка. Я не выставляю стопы, но это ладно. Это я сейчас все в теории про данную стратегию вам расскажу, объясню. Ой, но я не жду касания, я вам все объясню. Так, то есть у нас с той сделки получилось 31 доллар. По факту уже было 401 доллар на счету. Здесь все так же. Был восходящий тренд. Здесь это сейчас плохо видно. Был восходящий тренд, и цена перешла вот в такое флетовое состояние. Мы вспоминаем, что когда тренд заканчивается флетом, дальше будет плевок в какую-то сторону. То есть флет это такого рода консолидация. Цена накапливает силы, чтобы выстрелить там вверх, вниз и так далее. Здесь я предположила, что будет плевочек вниз. Открыла. Сделочку. Вот, что будет пробивать вот этот уровень. В принципе, сразу как открыла, уже видно было, что она хочет его пробить. Ну и, естественно, были танцы-шмансы у этого уровня. Вот был отскок. Так, но даже вот это вот. Ситуацию здесь можно провести невооруженным глазом тоже. Линию тренда, так называемую, кратко-срочного тренда. Это очень важно. Так, тут почему-то уже баланс 540. Может, с той сделки я вытащила. Я не помню, честно, столько у меня этих записей было. Здесь увидела голову и плечи. Да, кривую. Вот плечико, вот голова, вот плечико. Но так же. Открыла сделочку. И зафиксировала ее, получается, в плюс 14 долларов. Ну, я думаю, что суть вы поняли. Обязательно буду снимать подробнее. Ставьте лайк, пишите комменты. Просто в таком формате реально снимаю первый раз. Вот у меня все это я записываю. Это сейчас очень долго разбирать, смотреть вам, рассказывать. Я думаю, скучно, и вы уже хотите услышать суть. Как же это получилось? В чем секрет? Вот и как раз мы с вами подошли к моменту, когда я могу вам сказать и рассказать, на что я опиралась, открывая эти сделки, и на чем же будет основываться теперь эта стратегия, которую я хочу протестировать. Смотрите, весь прикол в том, что мне удобно с телефона. Вам это может быть удобно с компьютера, с планшет и так далее. У меня, потому что всегда телефон с собой, и мне это достаточно так прикольно. Я даже сейчас захотела себе купить айпад, чтобы с айпадом поскальпить. Риски очень высокие. Все, что связано с фьючерсами, это просто высочайшие прям мега риски. Я надеюсь, что вы это учитываете, что если вы новичок, вы сюда лучше не суетесь, потому что кредитные плечи сожрут все ваши деньги, которые есть в кармане. Скорее всего, они останутся даже на пачку сигарет. Так, давайте четко по пунктикам, что нужно сделать, как заработать на этой стратегии. Ладно. Короче, первое что, это ваш депозит. Вообще, у вас заложено должно быть 1000 баксов. Именно в спотовом кошельке просто имейте в виду, что у вас должна быть 1000 для вашего спокойствия, для спокойствия подсознания. Но закидывать на кошелек вы не должны более 10%. То есть на сам кошелек вы закидываете 100 долларов. 100 долларов вы закидываете на кошелек, и 900, грубо говоря, у вас остается в споте. На всякий случай, чтобы у вас, грубо говоря, было 10 попыток. Если что. На самом деле, это очень важный пункт, потому что вот я азартный человек, и практически все азартные. Из всех вообще людей в мире мало людей, кто сможет спокойно удержаться от каких-то горячих действий. Поэтому лучше не держать их на фьючерсах, лучше не рисковать. Поверьте, если у вас сделка пойдет не в вашу сторону, вы будете постоянно увеличивать маржу, и по итогу может получиться так, что один какой-то импульс выбьет просто все ваши деньги. Поэтому все, держите только 10% от ваших денег. Далее, монеты мы выбираем самым высоким скачком вверх или вниз за 24 часа. Как это делается? Вот здесь смотрите, монетки, вот, процентные изменения за 24 часа. Например, вот, эта монетка. И просто начинайте проводить здесь технический анализ. Стоит отметить, что вы должны прям понимать и чувствовать уровни. То есть уровни – это очень важная штука. Вот здесь вот я бы сейчас даже открылась на словить вот этот импульс, кстати. Давайте на 5%. 5%. А вот не успела. Просто не успела. Но не буду сейчас открывать сделок, не проанализировав другие таймфреймы. В общем, вы открываете монету с самым большим ростом за 24 часа и начинаете анализировать, что происходит. Смотрите 15-минутный таймфрейм, там уровень вот такой. Смотрите там дневной таймфрейм, до какого уровня цена доходила. Блин, в принципе, кстати, очень-очень крутая ситуация. Ну-ка, и все же, все же, все же, мне хочется, наверное, здесь открыться даже. Так, последняя цена. То есть я увидела здесь. Здесь третье касание трендового уровня сопротивления там на дневном. У нас вообще горизонтальный уровень сопротивления. На четырехчасовом у нас цена коснулась трендового уровня. В общем, все говорит о том, что цена побрется вниз. Наша задача – словить импульс. Не буду выставлять сейчас ни тейки, ничего. Можно выставить тейк просто вот на всякий случай, там, например, вот здесь. Если его даже здесь выставить, это будет прибыль достаточно хорошая. То есть если цена, грубо говоря, коснется вот этого уровня, она коснется 100%, то прибыль будет 90 долларов. Но обычно, обычно я жду маленькую прибыль и прям вот как скальпом снимаю ее. То есть это простой скальпинг. Я ловлю импульс в ту или иную сторону. Скальп. Мы совершаем большое количество сделок. Собираем с каждой сделочки 10, 20, там, 30, 50 долларов. Докуда вы точно уверены, что будет импульс. И потихонечку, потихонечку в течение дня мы можем открыть 50, там, 100 этих сделок и по чуть-чуть собрать прибыли. Прикол в том, что волатильность крипты очень высокая. И словить импульс не составляет труда. То есть когда мы открываем сделку, в какую бы сторону мы здесь ни открыли, скорее всего цена может и подняться обратно. Мы можем там словить, например, 10 баксов и спуститься. То есть такого рода скальпинг и условия вообще торговли, я сейчас расскажу, они позволяют вот першать бешеное количество сделок. Главное это делать на высоковолатильных активах. То есть монеты с самым высоким ростом, они прям эпилепсики. Также не менее важно это делать от уровней. Сразу напишу уровни. Потому что если вы проигнорируете какой-то уровень или какое-то пробитие, либо же тот же самый тренд, вообще в принципе технический анализ, вы откроете здесь там на понижение сделочку. А тренд будет вот так вот безжалостно просто идти, вот например вот здесь посмотрите. Это 15-минутная свеча. На протяжении двух часов цена просто поднималась. И если бы вы вот в этой точке решили открыться на понижение, если бы вы решили, что цена пойдет пробивать, то вас скорее всего слило где-то там здесь, может здесь, я не знаю. Скорее всего вы бы еще вошли в азарт и еще докинули сюда денег. А тренд-то продолжается, продолжается. Поэтому просмотрите все таймфреймы. Просмотрите дневной, просмотрите часовой. Просто посмотрите, как цена себя вела. Да, 100% никто ничего не может вам сказать, но я вам скажу так. Вы можете уменьшить риски. В принципе трейдинг, в принципе фьючерс, кредитные плечи – это риск высокий. Но вот чтобы его уменьшить, как раз таки я вам рекомендую очень тщательно подойти к техническому анализу. Не нужно вот… Я сейчас, когда открыла эту монетку, я сразу хотела открыться, но не рискнула, потому что не посмотрела другие таймфреймы. И только посмотрев другие таймфреймы, я поняла, что потенциал разворота сейчас намного выше, чем потенциал пробития данного уровня. И как раз цена в принципе и развернулась. Скорее всего даже и не буду ждать, пока она коснется тейка, пока сейчас вам до конца все объясню и закрою прям при вас эту сделку, посмотрим. Надо ловить эти импульсы. И, кстати, очень важный момент. Они бывают очень резкие. То есть вы ходите-ходите, и ба-бах, буквально там за 5 минут цена сходила уже там, у вас уже плюс 40 баксов, а вы можете это проморгать. Поэтому нельзя открывать сделки и уходить. Это совсем другая стратегия. Это стратегия, которая требует вашего постоянного взаимодействия. То есть мне сейчас надо перелеснуть вкладку, но я открываю на телефоне у себя приложение, чтобы следить. Чтобы, если что, зафиксироваться, остановить сделку. Лучше уж маленькая прибыль, чем большой слив. Это я вам по опыту скажу. Чем хорош вот именно скальпинг на крипте? Я для себя сделала вывод. Смотрите, Форекс, если взять, там достаточно высокий спред для таких движений. То есть вот такие маленькие движения мы не половим. К тому же Форекс работает там с понедельника по пятницу и в определенные только какие-то часы. А если брать крипту, то здесь минимальные комиссии. Кстати, плюс 20 уже долларов. Я сейчас, наверное, на этом плюсике зафиксирую, чтобы вот как раз-таки снять вот этот скальп, о котором я вам говорю. В общем, здесь минимальные комиссии. Просто минимальные. По сравнению вот там со спредом на Форексе, с обменниками, когда вы валюту покупаете, продаете. Кстати, если вы хотите уменьшить эту комиссию, то регистрируйтесь по моей ссылочке. У вас будет пожизненная скидка. И поверьте, в долгосроке, если вы будете также, например, много торговать, как сейчас планирую я, то эта скидка достаточно существенная для вас будет. Поэтому ссылочку оставлю в описании. Вот. А если брать, например, сравнение с бинарками, то там вы не можете закрыть сделку, когда хотите. Часто же вам, если вы торговали на бинарках, у вас могло быть такое, что вы открыли на повышение, и цена там 4 минуты хорошо ушла вверх, а на пятую, когда у вас сделка закрывается, она похреначила вниз и закрыла вас в минус. Как раз таки вот такие движения не позволяют скальпировать, как это можно тут. Кстати, посмотрите, я считаю, что сейчас вот здесь сформируется тень, потому что вот он, еще один уровень. И то есть от этого уровня уже будет импульс вот сюда, к горизонтальному уровню. Не жадничаем. Вот в чем я считаю проблема, в принципе, торговли именно трейдинга, активного трейдинга крипты на крипте, это вы там открываете сделку, ставите тейк, там ставите стоп, уходите, и цена... Пару раз я решила дождаться, когда цена коснется тейка у меня, и было такое, что один пункт не доходит. Один пункт, и все, разворачивается. Это все происходит по причине того, что вы выставили тейк у уровня, но этот уровень видите не только вы. Этот уровень видят все трейдеры, которые торгуют. Поэтому кто-то выставляется на 2 пункта выше, на 5 пунктов выше. И вот таким образом просто цена может буквально в пару пунктов не дойти до вашего тейка, развернуться и выбиться стопом. То есть по стопу у вас просто сожрутся деньги, вместо того, чтобы вы практически получили свою прибыль, которую вы хотели изначально. Именно поэтому не жлобьте. Если видите, что лучше сейчас вы получаете там уверенный плюс в 10 процентов, я не знаю, там в 10 долларов, в 20 долларов, все, забрали этот уверенный плюс, остановитесь. Давайте понаблюдаем, что у нас тут происходит. Вот, как я и сказала, цена оттолкнулась от данного уровня. Кстати, я даже подумала, может мне провести там, может мне прямые эфиры попробовать провести по этой стратегии. Не помню, я вам сказала или нет, но она очень сырая. То есть еще мало теста прошло. Надо еще посмотреть, как все это себя будет вести. Потому что двух дней недостаточно для того, чтобы понять результативность. Для того, чтобы сказать, что она приносит в долгосроке хороший результат, мне нужно торговать месяц, два прям круглыми сутками. Вот. Поэтому сейчас я вам выкладываю это в таком сыром виде. Естественно, будет что-то корректироваться, что-то будет дорабатываться. Можете корректировать под себя, я вам просто накинула идею. А мы сейчас с вами зафиксируемся. Вообще должен быть хороший прям плевочек хотя бы вот одной свечой дать сюда. Ну да, вот же, вот еще один уровень. Сейчас поймаем импульс и тормозим. Кстати, блин, мне все говорят, что невозможно на активном трейдинге делать там миллионы, там, иксы депозитов и так далее. Но я все же пока нащупываю и в Форексе, и здесь, там, и в инвестициях. Момент, чтобы реально иметь прямо иксы, чтобы реально зарабатывать там миллионы, миллиарды, грубо говоря, долларов на трейдинге. Я уверена, что можно. Я уверена, что вот эти там 20% в год зарабатывают типа профессиональные трейдеры, что все это брехня. Вот, поэтому если вам интересен мой путь как трейдера до трейдера, который зарабатывает миллионы долларов, подписывайтесь обязательно на канал. Подписывайтесь в телеграм-канал, там все актуальные новости по обучению, там, и так далее выкладываю. Очень рада каждому подписчику. Здесь мы с вами видим симметричный треугольник. Даже хотя, какой симметричный, тут просто нисходящий треугольник. А вот в этом моменте я могла уже давно зафиксироваться, там, в плюс 20 долларов было, в плюс 19, и все, и открыть уже 10 других сделок. Но из-за того, что не зафиксировалась там, не успела, проморгала или зажадничала, сижу теперь наблюдаю, как цена разворачивается. Это я вам просто к тому, как вообще бывает. Иногда вы можете изначально поставить, что с этой сделки вы хотите, там, именно 50 баксов и не долларом, типа, меньше. Но, может, стоит иногда присмотреться к рыночной ситуации, потому что рынок, особенно рынок крипты, меняется прям ежесекундно. И, то есть, вы можете просто не уловить какой-то момент, что там, все, вы думаете, цена развернулась, сейчас попрет вниз, а все вот эти микродвижения, либо же какие-то формации, либо же какие-то фигуры показывают, что все, цена уже не развернется вниз, что она попрет наверх, и вы сидите, как идиот, и просто ждете. И вместо того, чтобы забрать вот эту маленькую прибыль, блин, если бы сейчас были в онлайне, я бы вас спросила, что, мы закрываем сейчас или ждем там, пока плюс 90 баксов будет. Но, на самом деле, я думаю, что стоит показать своим примером, что жадничать не нужно. И сейчас мы просто на импульсе вниз, маленьком даже, мы просто закроемся. Я просто закрываю эту сделку и возвращаюсь тут к вам. В общем, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромные пальцы вверх, жмите подписаться на канал, напишите свое мнение по стратегии, напишите, какие видео еще снять. Я желаю всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok